ученик дай точное и подробное понятие прелести что такое прелесть старец прелесть есть повреждение естества человеческого ложью прелесть есть состояние всех человеков без исключения произведенное падением процесс наших все мы в прелести знание этого есть величайшее предохранение от прелести величайшая прелесть это признавать себя свободным от прелести все мы обмануты все обольщены все находимся в ложном состоянии нуждаемся в освобождении истинною святители гнатий бренчанинов слово о прелести искушение не заставили себя долго ждать всяческие напасти обрушивались со всех сторон враг пытался запугать начальство на работе и раньше ненавидела за религиозное убеждение и старалась утеснить к недоброжелательству я устал привыкать но что началось после участия в молебнах и это все полбеды вокруг вообще творилось нечто несусветное на пешеходных переходах меня пытались задавить машины почему-то проскакивающие на красный свет автобусы в которых я добирался до прихода ломались через каждый километр а то и вовсе попадали в аварию наконец появилась немало доброжелателей которые говорили о моем духовнике ты с ума сошел он же у прелести он делает то что не принято моя некрепкая головушка шла кругом но по молитвам батюшки все вражьи козни рассыпались не причиняя вреда и даже принося пользу помогали увидеть свое несовершенство засыпая наставника вопросами я с удивлением замечал как душе водворяется спокойствие отче с огромным терпением разрешал все мои недоумения растолковывал приводил цитаты из священного писания и от святых отцов передо мной открывался неведомый мир жизнь церкви обретала выпуклость объем многомерность уходили примитивно упрощенные представления о таинствах обрядах и требах я начал ощущать как сказал бы серафим роуз аромат истинного православия иначе стал читать жизнеописание подвижников благочестия и жития святых красота и величие их подвига завораживали душу святые отцы вышли победителями в многотрудной духовной брани с невидимым противником брани который призван каждый из нас их мудрые советы сделались для меня сладкой манной неизъяснимым утешением я не пропускал почти ни одной службы по болящим работа суточное дежурство в реанимационном отделении городской больницы оставляла достаточно времени для поездок любимых храм помогая настоятелю подавая ему кадила или читая по благословению молитвы я горячо взывал ко господу об исцелении несчастных видя как они катаются по полу бьются в судорогах шипят и лают страстно желал я чтобы здесь на моих глазах вышел без как это описывается в житиях святых я был безмерно расстроен когда пропустилась за дежурство службы у батюшки узнал на следующий день что из одной болящей во время очитки выскакивали лягушки прошлёпав одна за другой немного по полу они исчезали очевидцем еще более впечатляющего и знания бесов оказался мой хороший знакомый сначала во время очитки больная каталась по полу а бес кричал что не выйдет ни за что что ему бесу пьянство все служат потом женщина захрипела стала судорожно биться и вышли три беса один большой более двух метров роста вы два поменьше они были черные как негры почему-то с веревками на шее все присутствовавшие ясно видели как они ушли в раскрытое окно храма увы опять это случилось без меня мне разумеется объяснили что исцеление может происходить постепенно что враг исходит даже потом но так хотелось стать не свидетелем зримого окончательного избавления человека от насилия духа и тьмы как я был наивен я присутствовал и не видел слышал и не понимал лишь спустя годы я смог оценить всю грандиозность той работы которую совершает священник борьбе за душу болящего ведь прежде чем исцелить нужно научить человека жить по-христиански иначе в дальнейшем может произойти худшее известны случаи когда исцеленные вновь заболевали из-за своей духовной невнимательности причем часто сильнее прежнего исцеление больного непременно должно включать условно говоря два периода первое обучение основам духовной жизни привыкание к ритму богослужения и освоение правил поведения в храме и вне его и второй собственно работа над изгнанием беса последним уже очень способствует частая исповедь и причастие соприкосновения со святыней паломничество источник иеромонах пантелеймон козни бесовские субтитры 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 субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова